Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас с вами сборка пледа лабиринт. У нас есть множество провязанных элементов. Я надеюсь, что они все у вас подписаны и вы ни один из них не пропустили и не потеряли. Понятно, что мы их будем сшивать между собой. Понятно, что они должны ложиться в определенном порядке. У нас с вами есть схема укладки наших элементов. Так вот, согласно этой схеме, мы сейчас наш плед будем раскладывать на какой-то ровной поверхности. На полу, на столе, на диване, не важно где. Самое главное, чтобы они, все эти детали, легли по своей очередности. И будем с вами их сшивать. По поводу сшивания. Сшивать можно любым способом. Плед связан таким образом, поскольку каждый элемент в длину вяжется, что он может быть абсолютно любого размера. Так вот, если ваш плед влезает в длину вашей вязальной машинки, вы можете соединить на машине. Если элементы слишком длинные, в машину вы не попадаете, можете это делать за несколько этапов, можете это делать руками. То есть, складываете две детальки и сшиваете вручную. Как сшивать? Иглой, петлю ловителем, как вам удобно, как вы привыкли. Да, какое-то время это займет, но зато плед у нас хоть и сшивной, но он будет представлять из себя законченную такую гармоничную конструкцию. Итак, есть схема соединения. Вот то, что мы с вами должны получить. Здесь порядковые номера. 17 элементов, ну плюс 2. Плюс 2. Белый, понятно, что сверху и снизу как завершающая окантовка пойдет, поэтому я им даже номера не присваивала. Все остальные элементы четко укладываются вот в такую вот конструкцию. Мы их будем как бы переплетать. Поэтому есть нумерация порядковая, есть нумерация по тем номерам, которые мы присваивали в процессе вязания. Итак, первый элемент у меня третий. Вот он. Укладываем третий элемент. Над ними первый, шестой, восьмой, седьмой, второй, седьмой, восьмой, шестой, девятый, пятый, второй, пятый, двенадцатый, четвертый, четвертый, третий. Нумерация у вас на экране. Вы можете посмотреть, остановив видео, срисовать схему, срисовать последовательность. И раскладываем наши элементы. Еще раз по поводу соединения. Сейчас буду рассказывать, как мы будем соединять. Я буду срисовать на машинке, потому что я прохожу длину. Я знаю ширину моего пледа. Я знаю петельную пробу. Но, с другой стороны, мне даже не совсем важно петельную пробу, потому что я знаю количество петель в каждом квадратике. У меня элементы квадратные. Если вы элементы вязали по своему расчету, они у вас не квадратные, они имеют свою размерность, пожалуйста, делайте по аналогии. То есть, зная ширину полосы, я буду на машинке исходить из количества петель каждого элемента. Минус по одной петле на соединение. Но об этом сейчас буду говорить. И пока раскладываем согласно схеме все детали. Разложили. Я это сделала на полу, потому что мне так удобно. Рядом с машинкой разложила по очередности. И сейчас я буду брать две соседние части и соединять по очереди. Беру эти две соединенные, потом третью, четвертую, пятую, шестую и так далее. То есть, я по очереди буду их присоединять к уже соединенному полотну, чтобы не запутаться. Пока не собрали, лучше не трогать, либо подписать очередность каждого элемента. То есть, вы можете поменять вот эти вот бумажки на очередность. Первый, второй, третий и так далее. Первые, то что мы вязали в последнюю очередь, белые окантовки. Итак, что мы делаем с машинкой? На машинке мы ставим разметку по количеству петель элементов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и так далее. То есть, так удобнее, чтобы у вас все элементы четко совпадали и ни один из них не перекосило. Как соединять полосы, чтобы не ошибиться? У нас разложены наши полоски в ряд по схеме. Часть уже соединена. Как мы делаем? Как делаю я? Какой способ позволяет мне ни разу не ошибиться в соединении полос? Потому что, если вы не так их взяли, взяли как-то по-другому, вы можете перевернуть, вам придется все переделывать. Итак, у меня есть соединенная часть, есть следующая полоса, которую я буду соединять. Убедившись, что она верная, что она подходит сюда, я беру эту полосу, вот она, следующая, и разворачиваю ее лицом к лицу. Соединять я буду их вот так вот, лицом к лицу. Оставляю ее чуть-чуть пониже первой части и прикалываю булавками по краям. Зафиксировали. Теперь я знаю, что сначала надеваю лицом к себе основную деталь, потом сверху на нее надеваю вот эту вот приколотую. Я не ошибусь никак. Когда я ее присоединяю, возвращаю деталь обратно и вижу, что следующая деталь у меня будет вот эта. Я ее точно также разворачиваю и кладу на деталь уже готовую. Заодно сразу можно завязать узелки, если вы этого не сделали заранее. Гвостики прятать лучше уже по готовому полотну, если вы их еще не прятали. Тем временем на машинке у меня стоят метки на каждый квадрат. Метки на 12-13 петель, у кого как. У каждого свои метки. Количество петель, количество игл должны соответствовать вот тому расстоянию, которое мы провязывали на квадратиках. Вот видите, у меня 12 игл, 12. Здесь вот 12, 12, 12. Сейчас покажу. И в соответствии с этими метками мы будем надевать полотно. Потому что если надевать полотно как попало, мы никогда не выйдем на ровную геометрию. У нас всегда будет перекос. Поэтому, сделав разметку на машинке, мы исключаем возможности ошибки и выравниваем все полосы. Так, надели верхнее основное полотно лицом к себе. Вот та деталь, видите, на двух булавочках, которую я буду надевать на нее сверху. Что за метки, про которые я вам говорила? Метка, вот они, видите, метка. Раз, два, вот она, деталь. Каждый квадрат у меня отмечен на машинке. Просто нарисована черточка. Черточки нарисованы между иголками. Цвета мы меняем тоже между иголками. Тогда у вас, только тогда у вас пойдет ровная красивая линия. Если вы будете менять цвет на игле, будет гулять линия. Если все сделали правильно, правильно провязали, правильно соединили, то получили вот такую конструкцию. Геометрия. Можно оставить так, убрав хвостики, а можно оформить кантик. В следующем уроке мы с вами будем оформлять края уже готового пледа. Для всех, конечно, вот и примерно. Вдох. 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 Продолжение следует...